В этом видео на Моголь ТВ вы пройдете тест на выживание. В каждом из уровней вас будет ждать опасная для жизни ситуация и несколько вариантов спасения. Лишь один из них действительно сохранит вам жизнь. В комментариях обязательно поделитесь, сколько уровней вы прошли без ошибок. А если вы еще не подписаны на Моголь ТВ, то обязательно жмите на красную кнопку подписки и на колокольчик рядом с ней. Так вы всегда будете в курсе новых видео с тестами и головоломками на Моголь ТВ. Номер один. Вы путешествовали по Африке и случайно столкнулись с огромным бегемотом. Что вы будете делать в данной ситуации? Варианты. Ничего не станете предпринимать, ведь бегемоты – добрые травоядные животные и они не опасны для людей. Вскарабкайтесь на ближайшее дерево и будете ждать, пока бегемот уйдет. Побежите, что есть силы, так как бегемоты – неповоротливые животные, которые медленно бегают. Если при встрече с бегемотом вы рассчитываете на его доброту, то сильно заблуждаетесь. Бегемоты – крайне агрессивные животные. Ежегодно от них гибнет больше людей, чем от львов и гепардов вместе взятых. Так что бездействовать при встрече с этим животным не стоит. Предположение, что из-за своих габаритов бегемоты очень медленные – неверно. Средняя скорость бегемота на суше примерно такая же, как у человека, так что далеко убежать вам не удастся. Поэтому самым правильным решением будет вскарабкаться на дерево и подождать, пока бегемот уйдет. Кстати, в Африке даже есть специальные знаки, предупреждающие о том, что в данном месте водятся бегемоты. Номер 2. Зимой вы заблудились в лесу. Стоит сильный мороз. У вас с собой нет еды и воды. После нескольких часов безуспешных поисков выхода вас сильно мучает жажда. Как вы поступите в этой ситуации? Варианты. Поедите снега, ведь это просто замерзшая вода. Будете терпеть, пока не выйдете к какому-либо населенному пункту и только там уже попьете. Попробуйте растопить немного снега в своих ладонях или разведете для этого костер. И только после этого выпейте талую воду. Итак, ваши действия. Ждать, пока вы не найдете ближайший населенный пункт – не самое разумное решение, так как неизвестно, когда это произойдет. А при недостатке воды начнется обезвоживание. Вы начнете стремительно терять силы и энергию, а в такой ситуации это опасно. Есть холодный снег – также не лучшее решение. Снег будет охлаждать ваше тело и организму понадобится дополнительная энергия, чтобы согреться. Поэтому самым правильным решением в данной ситуации будет каким-либо образом растопить снег и только потом пить получившуюся жидкость. Номер 3. Вы продолжаете путешествовать по Африке. После того, как вы уцелели при встрече с бегемотом, неожиданно на вашем пути встретился огромный лев. Что вы будете делать в этой ситуации? Немедленно повернетесь в другую сторону и быстро побежите. Будете стоять на месте и смотреть хищнику в глаза. Постарайтесь испугать животное, сделайте несколько шагов по направлению к нему, агрессивно размахивая руками. Итак, какой вариант вы выберете? Правильный ответ. Конечно, 100% гарантии выживания при встрече со львом нет. Если вы попытаетесь убежать, то хищник точно будет воспринимать вас как добычу и, конечно же, догонит. Ведь максимальная скорость льва – 80 км в час. Людям такое и не снилось. Пытаться атаковать животное – также глупая и бесполезная затея. Так что больше всего шансов у вас будет, если выбрать вариант номер 2. При встрече со львом один на один лучше стоять уверенно, глядя в глаза хищнику. Можно поднять над головой куртку, чтобы казаться крупнее. Тогда хищник может избежать контакта. Ставьте лайк, если ответили правильно хотя бы на один из первых трех вопросов и идем дальше. Номер 4. Вы снова заблудились, но на этот раз в джунглях. Неизвестно, сколько времени вам придется здесь провести. Дни, а может и недели. На поиски чего в первую очередь вы отправитесь? На поиски еды? На поиски воды? Или на поиски крова? Существует довольно распространенное заблуждение, что в подобных условиях в первую очередь вам стоит обеспечить себя едой. Однако без еды человек может протянуть несколько недель. В первую очередь нужно позаботиться о поиске крова и воды. Неблагоприятные погодные условия и обезвоживание – это главные опасности. Номер 5. Итак, вам не удалось найти выход к какому-либо населенному пункту до захода солнца. Вы до сих пор в джунглях. Зато вы нашли пещеру и решили развести костер, чтобы согреться. Где вы это сделаете? Первый вариант – внутри пещеры. Второй вариант – снаружи пещеры. Если вы решили развести костер внутри пещеры, то ошиблись. Дело в том, что при нагревании камни расширяются, а их расширение может вызвать обрушение пещеры. Так что безопаснее будет развести огонь снаружи. Номер 6. Оказавшись в пустыне без еды, воды и какой-либо связи, вы провели полдня в поисках цивилизации. Все попытки оказались безуспешными. Кроме того, вас мучает жажда. Что вы сделаете? Возьмете кактус, разрежете его и выпейте жидкость, которая содержится внутри кактуса. Будете терпеть, пока не найдете какой-либо источник воды, даже если придется терпеть очень долго, а у вас почти нет сил. Какой из двух вариантов вы выберете? Существует распространенный миф, что жидкость из кактуса вполне можно пить, если в пустыне мучает жажда, а воды нет. Но это не так. Наоборот, это может ухудшить ситуацию. Жидкость от кактуса может привести к отравлению и тошноте. Таким образом, ваш организм будет еще более обезвожен и вы ухудшите свое положение. Единственный выход – это терпеть и искать источник питьевой воды. Номер 7. Во время прогулки вас в руку укусила змея. Но это не самое страшное. Хуже всего то, что эта змея была ядовитой. Вам нужно принимать срочные меры. Что вы сделаете? Будете отсасывать яд из раны. Перевяжете рану бинтом. Или же ничего не будете делать, так как яд долго всасывается и вы можете сходить к врачу на следующий день. Важно знать, что яд очень быстро начинает всасываться в кровь. Так что медлить вам точно нельзя. В кино можно встретить сцены, где герои, укушенные змеей, начинают отсасывать яд из раны. В реальной жизни делать этого не стоит, так как это попросту бесполезно. На самом деле, вам нужно не туго перевязать рану бинтом и как можно быстрее попасть к врачу или вызвать скорую. Номер 8. На улице стоит 30-ти градусный мороз, а вы провалились под лед. К счастью, вам удалось выбраться. Но вся ваша одежда мокрая, а рядом не души. Что вам делать? Снять одежду, выжать ее, потом снова одеть и идти на поиски теплого места. Ни в коем случае не снимать одежду. Идти искать помощи в мокрой одежде, так все равно теплее, чем без нее. Какой из вариантов вы выберете? Конечно, в данном случае не нужно оставаться в мокрой одежде. Она будет еще больше охлаждать ваш организм. Так что, если нет возможности быстро найти теплое место или развести огонь, то одежду лучше снять, выжать и только после этого одеть и отправиться за спасение. Номер 9. Бродя по лесу, вы встретили медведя. Хищник вас заметил. Каковы будут ваши действия в этой ситуации? Лечь на землю и притвориться мертвым. Развернуться и бежать со всех ног. Осторожно идти назад, не сводя глаз с хищника. Самое глупое, что можно сделать в данной ситуации, это спастись бегством. Как только вы развернетесь к медведю спиной и побежите, он воспримет это как сигнал к действию. Убежать у вас точно не получится. Ведь хищник, несмотря на свои габариты, развивает скорость 60 км в час. Так что он спокойно вас догонит. Лечь на землю и притвориться мертвым – это распространенный совет при встрече с медведем. Однако он не совсем верный. Так нужно поступать только в самый последний момент, если медведь уже на вас нападает. Это действительно может помочь, так как медведь в этот момент может почувствовать, что угроза устранена и отступить. Если вы встретились с медведем и он еще на вас не нападает, то самое верное решение – начать осторожно двигаться назад, не отводя при этом глаз от хищника. Так вы дадите медведю сигнал, что не претендуете на его территорию. Обязательно напишите в комментариях, сколько уровней вы прошли без ошибок. Также заходите в группу Моголь ТВ ВКонтакте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео и, конечно же, оставляйте свои комментарии под этим роликом.